МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небывалый уровень безработицы. Печальная ситуация с трудоустройством, хотя тот, кто хочет, и сегодня может найти работу. Изменение порядка начисления денежных выплат. О положении дел на рынке труда мы побеседовали с руководителем Висагинской службы занятости Эугениусом Томонисом. Начался февраль. О чем же сегодня свидетельствуют цифры? Цифры свидетельствуют об ухудшающейся статистике. Сейчас почти 5000 ищущих работу, около 2000 – безработных. Уровень безработицы – 18,5%. Такого у нас в жизни никогда не было. Но он возрос повсюду, по всей Литве. По уровню безработицы мы были вторыми в Утинском округе. После Утины во всех остальных районах ситуация хуже. Но это не утешает. Поговорим о деньгах. Каких выплат лишились жители? Как сейчас платят за простой? Одни лишились выплат, другие получили право на их получение. С 1 января изменились законы, порядок выплат, и в связи с этим изменились суммы выплат по поиску работы. Те 200 евро и суммы в 257 евро для самостоятельно работающих лиц, которые выплачивались до Нового года. Менялись правила, и поэтому одни будут получать деньги, другие не будут. Каждый случай в соответствии с положениями законов рассматривается индивидуально. Я не хочу подробно об этом рассказывать, чтобы не вводить людей в заблуждение. Объем информации очень большой, и кто-то может неверно ее истолковать. Итак, каждый случай рассматриваем отдельно. Кто-то, как кажется, останется обиженным, кто-то обрадуется, потому что получит, чего не ожидал. Изменился порядок выплат работодателям, и их информируют об этих изменениях, поэтому не буду на этом останавливаться. Одним словом, все три вида так называемых ковидных выплат, ищущим работу, самостоятельно работающим из-за простои, потерпели изменения. Кого-то они затронут, кого-то нет. А какова ситуация с рабочими местами? С рабочими местами ситуация печальная. Если раньше было по 100, до 100 свободных рабочих мест в день, то сейчас до 50, включая и импортные, как я их называю, рабочие места, то есть работа не в Висогенесе. Так что данные о трудоустройстве и свободных рабочих местах не радуют. Да и какие рабочие места, если предприятие в большинстве своем на простоях? В этом вся причина. Массовых увольнений у нас нет? Массовых увольнений нет, потому что людей отправляют на простой. Зачем увольнять, если правительство пока оказывает поддержку? Большую, небольшую, ту, что предусмотрено законами. Суммы после Нового года возросли, увольнять нет смысла. Увольнения могут начаться после того, когда закончатся эти выплаты. А когда они закончатся, этого я сказать не могу. И сейчас, наверное, ничего нельзя прогнозировать? Никаких указаний, никаких планов на будущее? Прогнозировать можем только то, что в будущем выйдем на работу. И то с трудом. Одни говорят, что это будет весной, другие склоняются к тому, что может и к лету. Но я надеюсь, справимся с ситуацией во время весны. Сейчас у нас в офисе каждый день работают по 2-3 человека, все остальные работают дома. Рабочий процесс, естественно, не приостанавливается. Что касается трудоустройства, тот, кто хочет работать, и сегодня может устроиться. А если человек приходит ради выделяемых ему денег, большого интереса к работе, понятное дело, не проявляет. Приостановилось профессиональное обучение, поскольку проводится дистанционно. Но по-прежнему действуют наши программы субсидирования при трудоустройстве, обретения профессиональных навыков, самостоятельной занятости. Сейчас как раз будут приниматься заявки. Вскоре, насколько я понимаю, будет объявлена программа местных инициатив в сфере занятости. Проблема лишь в том, что все это делается дистанционно, а не так, как все и мы, и жители привыкли. Что ж, выход один. И дальше приспосабливаться к условиям жизни, в которых все мы невольно оказались. Продолжение следует...